Денис, приветствую тебя! Привет всем! Традиционный для четверга совместный наш с тобой эфир, когда мы говорим о технике, о фундаменте, с плоскостью вот этих возможностей рыночных, которые есть, которые мы рекомендуем, друзья, вам использовать. Соответственно, от две точки зрения мы с Денисом уже по устраившейся традиции стараемся разбирать одинаковый набор инструментов, чтобы у вас был объективный взгляд на их ценовые реалии. Сегодня у нас эфир по горячим следам от заседания американского регулятора, то есть вчерашний РЭЦ, первого, итоги двух дней заседания. И если вы, друзья, хоть немного интересуетесь фундаментальным фоном, но не могли не заметить сейчас, каждая статья, каждый комментарий, каждый заголовок, он в той или иной степени делает отсылку на те решения, которые были приняты накануне. В целом, по доллару, что можно сказать, и по решениям дезерва, политика теперь станет более жесткой. То есть программа количественного смягчения, темпы выхода из нее сократили, точнее увеличили вдвое, с 15 миллиардов до 30 миллиардов. При таких темпах она будет полностью свернута уже в марте, на следующем году, и, соответственно, в мае-июне реально ставка может быть повышена. Если мы, опять же, немножечко назад отмотаем, в месяц, когда не было уверенности в том, что ФРС будет более быстрыми темпами срезать программу количественного смягчения, ожидания по росту ставок были вообще на сентябрь или даже позже 2022 года. А сейчас уже мы точно можем сказать, что в следующем году будет не одно повышение процентной ставки, 2-3, как минимум. Кстати, представители ФРС ориентируются на 3. И, возможно, у нас вот сейчас, после вчерашнего заседания ФРС, есть возможность сказать, что появился долгосрочный триггер для роста доллара. Доллар будут выкупать, возможно, через какие-то локальные коррекционные уровни, но общая тенденция, скорее всего, уже будет растущей. Потому что, если мы будем каждый месяц говорить о высокой вероятности повышения ключевой процентной ставки, на этом фоне вряд ли доллар будет долго выглядеть слабо. Я думаю, что, кстати, не помню, в прошлый раз касался я рекомендации от инвестбанков, но сегодня это сделаю. Вот я слежу за Сити, Банков Америка и Морген Стэнли. У них ожидание бычи по доллару на середину 2022 года, причем самый интересный прогноз от Сити, они по индексу доллара ждут 100 юбилейную отметку, потому что на таком фундаменте будет возможность для роста. Я сегодня предлагаю посмотреть на европейскую валюту, потому что сегодня ЕЦБ. Также давай обратим внимание на фонд, Денис, потому что сегодня, помимо ЕЦБ, еще и заседание Банка Англии. Ну и если у тебя есть что сказать там в плане техники, по золоту тоже. Давай начнем тогда с демонстрации и с европейской валюты. Друзья, сейчас евро-доллар котируется на отметке 1.1304. Все, что я только что сказал по доллару, это справедливо сейчас, если анализировать вот этот дуэт активов евро-вотио-доллара в свете представящего заседания Европейского центрального банка. Потому что сегодня от ЕЦБ ничего не ждут в плане корректива политики, а ФРС политику изменила, она стала более жесткой. И здесь очень хорошая возможность для торговли контрастом вот этих режимов университарных. Поэтому в рамках вот этого локального нисходящего канала, он не только локальный, даже среднесрочный уже или, можно сказать, почти долгосрочный. Я думаю, что можно посмотреть на уровни 1.13, 1.13.20, туда закинуть отложку в sell limit и шартануть вот с целями 1.12, может быть, даже пониже. Если сегодня Европейский центральный банк повторит ровно то, что было им сказано месяц назад, то есть без каких-либо изменений, то, что программа количественного смягчения уместна, необходима и жизненно важна сейчас для Евросоюза, Еврозоны, в условиях роста числа заболевших микронштаммом и вообще улучшения эпидемиологической ситуации. Поэтому Евро может развить нисходящий импульс и, опять же, добраться до цели, которую я хотел бы, честно говоря, и думал, что у меня будет возможность говорить о достижении еще по факту вчерашнего дня. Но, наверное, лучше поздно, чем никогда. В общем, пока что взгляд на шорт приоритете. По хунту, в принципе, то же самое. Кто-то может сказать, что вот вчера вышел отчет по инфляции, там максимальное значение индивидуальных цен, по-моему, с 2011 года, выше цели Банк Англии больше, чем в два раза. И британскому регулятору сейчас нужно тоже поднять вопрос об ужесточении политики, может быть, о сокращении программы количественного смягчения и росте процентных ставок. Вот, кстати, здесь, точнее, в рамках британского регулятора не может происходить такой подмены понятий, как в рамках ФРС. То есть сначала регулятору в США нужно цифровать программу количественного смягчения, потом повышать процентную ставку. В отношении британского регулятора не так. Сначала могут повысить процентную ставку, а потом уже постепенно срезать программу количественного смягчения. Я думаю, что, вопреки ожиданиям, сегодня Банк Англии не станет ничего делать с нейтральной политикой, только лишь потому, что сейчас Англия – это регион, который, к сожалению, сейчас может похвастаться, возьмем тут же кавычки, слово, это выражение, ростом числа, количество заболевших омикронами. Там вообще рекордные показатели, поэтому не так давно, буквально с прошлых выходных, там стали действовать повторные ограничения. Все эти риски бьют по потребительской активности, по экономическому росту, по сфере услуг, по производству. И британский регулятор сейчас вряд ли создаст собственноручно дополнительные инструменты ухудшения экономической ситуации. То есть рост процентных ставок в условиях такого потенциально подавленного тренингского спроса – это может быть ошибкой. Если Банк Англии сегодня воздержится каких-либо изменений, фунт может легко развернуться. Поэтому, так же, как и в случае с европейской валютой, я предлагаю забросить отложку в целый лимит в район 1,3290-1,3310. В этом диапазоне где-то шортить уже с целями возвращения к поддержке 1,32. То есть в целом мы по евро, по фунту, такая локальная краткосрочная сделка, ну дальше будет видно, конечно, краткосрочная, примерно по 100 фунтов. Что касается золота, здесь очень хорошая техническая формация глава-плечи. Я думаю, что вчера, когда золото полетело к 1750, мы наконец-таки будем наблюдать за отработкой этой фигуры. Но потом золото быстро выкупили. Это еще ничего не значит, друзья. Пока что золото не закрепилось выше 1810 долларов за трой с консулом. Сделка на шорта будет в приоритете. И золото позиционно будет снижаться, опять же, на фоне ожиданий дальнейшего крепления на курсы американского доллара. Поэтому я пока что в шортах и жду 1750 и ниже. Денис, слово тебе. Так, хорошо. Рабочий экран включил. Вот сегодня, к сожалению, я не совсем соглашусь с технической точки зрения по нашим инструментам. Пожалуй, начнем с евро. Значит, касательно евро. Здесь вчера, во-первых, сделали кульминационное движение. То есть, очень четкую кульминацию. Я сейчас ее покажу как раз и на часовом графике. Вот у нас кульминационная свеча. Пока что объем, конечно, небольшой, потому что это новый мартовский контракт у нас начал торговаться с понедельника. Но с учетом самой вот этой информации, особенно в идеале, если цена еще к моменту ЕЦБ сможет закрепиться где-то в районе 1, 13, 20 хотя бы. То есть, делать закрепление там на часовом, либо 4-часовом графике, то с огромной вероятностью мы увидим вот такую формацию. Обычно происходит коррекция, тест зоны кульминации и после этого уже поход немного выше. Дело в том, что верхний диапазон у нас здесь и получается по месяцу находится. Верхняя граница, вот ее можно видеть. Причем, кстати, очень хорошие вливания здесь были. Я помню эти вливания еще в понедельник, это были разовые, такие точечные по опционам. Это, как правило, закидка происходит у крупных рыночных участников. В основном банки так работают. И поэтому я все-таки жду по евро в район 1, 14, 50. И ниже я продавать точно не буду. Потому что при такой формации, ну, это не самая лучшая, может быть, идея, потому что печально закончится. Тем более здесь происходит уже постепенно, если даже накинуть такую простейшую трендовую, то здесь постепенно происходит уже поджатие к уровню сопротивления. И чем больше ударов происходит, а какой-то уровень, пусть даже наклоны, тем больше вероятности того, что цена его в конечном результате пробьет. Особенно, когда были накиданы уже крупные объемы внизу. Я сейчас еще покажу футпринт как раз этой свечи. Футпринт вот прям в серединке видна большая сделка, которая прошла у нас по бидам. То есть это buy limit. Как раз находится в середине данной свечи. Приблизительно себе, но в середине тела, точнее, 4-часовой свечи. Это как раз там, где профиль. Поэтому я думаю, что как раз вот к профилю и попытаются сделать коррекцию. Ну, а потом уже сделать разворотку вверх. Потому что сейчас вот с текущих вниз, теоретически возможно, но все-таки это редко так делается. Особенно учитывая то, что вот эта кульминация находится в диапазоне предыдущей. То есть с рамок границ предыдущей кульминации цена никуда не выходила. Вот уже на протяжении где-то больше двух недель. Больше двух недель, да, четко видно. Раз протестировали, вчера еще раз протестировали. И оба раза делают отскоки. Поэтому я думаю, что все-таки пробьют вверх и ловить в районе диапазона, это зона продавцов. Уже более крупный 1.1435, 1.1485. Именно вот сюда. Касательно фунта. По фунту в покупках со вчерашнего дня, когда была пресс-конференция от ФРС. Здесь на самом деле ситуация такая достаточно простая. Во-первых, очень крупные делают накопления. Во-вторых, сильнейшая поддержка здесь техническая. Можно видеть, как выглядит канал, направленный вниз. У нас вот нижняя граница канала. И ее прям вот идеально протестировали. И сейчас у нас как минимум 1.2 маржалка находится вот в этом диапазончике. Близко с озвученным уровнем. Только здесь он начинается 1.13. Если округлить, еще 1.1335 начинается вот отсюда. Но я думаю, его пробьют и как раз-таки могут выше запросто сходить. Потому что у нас вверху здесь целая такая совокупность уровней, которые один стратегический, второй локальный для сопротивления. Поэтому, как по мне, то логично было бы увидеть вот такую реакцию вверх. Здесь уже ждут как раз лимитки у крупняка. В шести ордерах вот 410 лотов. По АСКам это селлимиты. На одном уровне и на втором вот в районе, в семи ордерах это 414 лотов. В общем, самый ближайший начинается от 1.3340. Все, что ниже 1.3340, я вообще никак не рассматриваю на продаже. Вероятность от этого разворот сделать крайне низкая. В идеале я вообще закинул тейк на 1.34. Как раз планирую отсюда ни много ни мало, но взять чуть больше 200 пунктов, если получится, будет замечательно. А вот потом уже от верхней зоны, да, там будем смотреть, возможно действительно ретест минимум. Потому что после, если цена сможет закрепиться выше вот этого наторгованного диапазона, а здесь уже объемы весьма крупные. Потому что здесь вот текущий контракт, который у нас с понедельника начался, то есть неделя проторговки. Плюс еще с предыдущего декабрьского контракта еще кусок попадает. Здесь в сумме где-то примерно неделя-полторы. И по факту я уже смотрел, если совместить вместе эти объемы, то здесь на протяжении падения последнего сегмента находится как раз ключевое профильное накопление. И если его пробивать, как правило, это всегда достаточно глубокая коррекция. Поэтому мне в данном случае не хочется прибыль резать. И если она есть, пускай она постепенно растет. Лучше кусочком зафиксирую вот здесь и остаток выше. А дальше буду уже смотреть по ситуации. И что касательно золота. Золото не добило, куда я его ждал. То есть вполне ожидаемо логичное было движение вниз. И с учетом той формации, которую я вижу сейчас, здесь могут запросто сделать внутреннее перепозиционирование на покупку. Оно будет выглядеть у нас вот в таком виде. И пойти выше как раз вот к этой зоне. Изначально сюда ожидал. Потому что тот паттерн, как ты его назвал, голова и плеч. По факту это есть перепозиционирование только немножко более крупного масштаба. И с привязкой еще к фактору не только цены, но и времени. Здесь в этом ориентире как раз начинается сопротивление в районе примерно 1805. И сейчас правый сегмент формируется. Поэтому продавать с текущих не очень хорошая идея будет. Потому что опять-таки внизу была сделана очень слабая кульминация в текущем контракте. И с учетом быстрой реакции вверх, то есть готовятся уже сделать внутреннее перепозиционирование. Против такого я лично стараюсь никогда не работать, потому что плохо заканчивается. Поэтому верхнюю зону ожидаю. Там где-то 1805, может быть там 1810. А оттуда будем смотреть, возможно действительно более такой глубокий спуск. Но опять-таки при вот таком флетовидном движении золота уже на протяжении целого месяца, как-то даже особо его, если честно, торговать не сильно и хочется. В общем, пока что локально, как минимум до следующего нашего с тобой обзора, я все-таки жду верх на коррекцию ввод к этой зоне. По-другому пока что у меня не получается. Поэтому вот такие картины. Я все-таки больше локально за ослабление индекса доллара. Спасибо, Денис, за точку зрения, за комментарии. Ну что ж, еще раз повторю, друзья, что сегодня заседание Европейского центрального банка, заседание Банка Англии. Как раз инструменты, которые точно сегодня будут под серьезной волатильностью, мы с Денисом разобрали. За вами фактически принятие окончательного решения, как действовать, как быть. Ну а мы с Денисом, следующий первый, конечно, обсудим все это. Снова посмотрим, что изменилось. И при необходимости пересмотрим свое видение в рынке. Денис, спасибо тебе большое за комментарии. Хорошего у тебя закрытия недели и классных выходных. Ну, в общем, тебе вот всегда. Спасибо. А тебе и нашим зрителям спокойного завершения этой недели. Уже, как говорится, основной кипиш прошел, остался еще такой полукипиш. Поэтому спокойного закрытия недели и, конечно, традиционно отличных выходных. Согласен. Пока. Пока-пока. Пока. 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 Продолжение следует...